МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале Культура одна из самых полезных программ российского телевидения, программа Наблюдатель. Меня зовут Евгений Григорьев. Здравствуйте. Один из сегодняшних гостей, когда мы увидели здесь в прошлый раз, сказал мне, «Послушай, Женя, все новинки кинопроката уже давно сняты, просто вы об этом пока еще не знаете». И вот совсем недавно закончился фестиваль архивного кино «Белые столбы», а главным его событием стала премьера воссозданного фильма «Обломок империи» Фридриха Эрмлера 1929 года. Об этой картине, о процессе реставрации, которая длилась больше семи лет, и почему эта картина стала таким событием, громким событием, мы будем говорить с нашими сегодняшними гостями. Это Евгений Григорьевич Маргулет, историк кино, главный искусствовед Госфильмофонда Российской Федерации и автор той самой фразы, о которой я сказал чуть выше, Юлий Андреевич Файт, режиссер. Петр Алексеевич Багров, историк кино, консультант Госфильмофонда и руководитель фестиваля архивного кино «Белые столбы». Здравствуйте. Здрасте. Так, во-первых, почему громким событием стало воссоздание картины 1929 года? Ко мне вопрос? Да. Ну, во-первых, потому что... Во-первых, потому что я что-то не помню очень громких событий в области современного кино, на самом деле. Возникает Оскар, еще что-то, они очень быстро затихают. И на этом фоне, на самом деле, классика смотрится особенно живо. Не только немая, конечно, и более поздняя. И поэтому большими событиями является вдруг показ, я не знаю, в реставрации космической одиссеи Кублика. Ну, это, конечно, не 1929 год, но 1928 и так далее. Поэтому вот на этом фоне некоторого, по-моему, безрыбья существенного в современном кино, классика смотрит совершенно по-другому. Вот. А потом мы здесь имеем дело с канонической картиной, которую изучают во ВГИКе, о которой написаны книжки. Вдруг фильм стал совершенно другим. Вот мы увидели то, чего не видели на протяжении 70 лет. Но что такого важного должно было произойти, что 7 лет 9 организаций, которые связаны с кинематографом в мире, стали заниматься восстановлением этой картины? И как это вообще случилось? Ну, очень просто отлучилось. Дело в том, что в этом фильме есть кадр, очень знаменитый, один из самых известных кадров в истории советского, может, даже мирового кино. Какой? Это кадр Христа в противогазе, Христос в противогазе. Значит, это фильм о Первой мировой войне. Герой теряет память в результате контузии, скорее всего. А потом, спустя 11 лет, он видит в мелькающем вагоне лицо своей жены, узнает ее, память ему возвращается. И он идет на поиски этой жены, отправляется в город Петербург, а города больше нету, это уже не Петербург, это уже Ленинград. Другая страна, другие отношения, фабрика принадлежит рабочему, а не хозяину, у жены другой муж и так далее, и так далее. Вот. А сама вся история достаточно экзотическая и эффектная. Так вот, в эпизоде «Возвращение памяти», который описан, ну, едва ли не в каждой книжке по истории советского, анимового кино, и киномонтажа, и так далее, кульминация, вот этот образ Христа в противогазе. И дело в том, что в канонических версиях фильма этого кадра не было. Вот мы фильм смотрели, а этого кадра не было. И? Ну, мы думали, что вообще его нету. Пока однажды, когда я в Чикаго не читал курс лекций, я не видел очень плохого качества фотографического копия, где я видел этот кадр американскую. Тут я понял, что в нашем российском варианте этого нету, а за рубежом есть. И вот так мы начали искать по всему миру варианты этого фильма, и нашли... Точнее, копия, а именно варианты самой картины. Да, да. Потому что в каждой стране ее по-своему резала цензура. Допустим, Христа в противогазе, например, вырезали в Голландии, потому что, ну, видимо, считали, не знаю, антирелигиозным. Вообще, эта картинка сама по себе, художник, немецкий экспрессионист Георг Гросс нарисовал такой анти-милитаристский шарж «Христос в противогазе», и она вызвала жуткий скандал в свое время, значит, как по оскорблению чувств верующих, да, хотя, значит, у Эрмлера, наоборот, скорее, это образ христианский, а не антихристианский в картине. Кажется, этот кадр вырезали. В Америке вырезали другие кадры, как слишком непонятные, значит, для публики. И в итоге нам пришлось, а поскольку фильм знаменитый, и копии есть практически в каждом киноархиве мира, то поэтому это мы нашли девять вариантов-то, а списались мы, наверное, с тремя-четремя десятками киноархивов, в которых были эти копии этого фильма, и выяснили, где есть что-то интересное. И тут сразу стали сверять уже эти девять вариантов, и остановились на трех, а из них вот собрали по кусочкам такую мозаику, пазл, не знаю что. Давайте посмотрим кусочек, тот самый восстановленный кусочек. Игорь Ильич, а вы считаете, почему так важно видеть эту картину в ее исконном... Вы вообще что-то удивительное в ней обнаружили, когда вот ее пересобрали, так сказать, из-за обломок империи, из-за обломков? Женя, оказалось, во-первых, что эта картина несколько о другом. Но самое, наверное, интересное, почему это событие? Да потому что в 70 лет мы видели не авторскую исходную версию, а мы видели, так сказать, побочный вариант, предназначенный для деревенской аудитории. В 20-е годы второй половине это был очень частый случай в нашем кино. Какой? Когда врезали картину? Когда делали параллельно с основным, делали упрощенный вариант для деревенской аудитории. И таким образом, оказывается, было достаточное количество известных картин, и мы, например, не только обломок империи оригинала не знаем. У нас нет оригинала, скажем, такой знаменитой картины, как «Бухта смерти». Поднимите литературу, все, прессу того времени, там описываются самые шокирующие кадры, где вы их найдете в нашей копии. Вы сказали очень важную штуку, что это оказалась совсем другая, картина о другом. О чем она была и о чем стала? Скажем так, она стала о том, о чем она была исходна. Да, но хорошо. Но все это время мы этого не знали. Но вот и о чем? Вот чего мы не знали? Когда оказалось, что ритмотив – это знаменитая сцена возвращения памяти. Это Христос противогазе. И с распятием противогазе. Тут не просто Христос, распятие противогазе. И с ним, оказалось, рифмуется георгиевский крестик на шее у героя, который еще и исполняет функции нательного. Выяснилось, что в фильме это один из основных мотивов, чего в нашей версии не было. Он болтается и болтается. И рифмуется о распятии и этот крест. И просто выясняется о том, что это сюжет умершего и воскресшего бога. Вот что такое лицо закрытое, стертое лицо. У ученика Эйзнштейна, как был Эрмлер, для него совершенно очевидно, что стертое лицо означает смерть. В данном случае смерть бога. Но много лет спустя Эрмлер вспомнит, расскажет про то, как на съемках он кричал Федору Михайловичу Никитину, своему главному актеру, «Федя, тут нужны глаза Христа». То есть умерший на кресте бог, оказывается, воскресает в виде этого контуженного солдата. И не случайно Неймар Кавназорко назвала Никитина князем Мышкиным 20-х годов. Здесь очень можно сказать, что у Эрмлера, Эрмлер и религия – это очень интересная тема. Потому что Эрмлер – человек, который родился в еврейской семье, почти в местечке, врежется. Не религиозный, но он по-русски плохо говорил. И когда он оказался в итоге в Петрограде, и на него хлынула потоком вся эта мировая культура, начиная от Еврипида, допустим, которому он был увлечен, так это хлынула на него христианская культура. Он не стал верующим христианином, конечно, он был убежденным страстным религиозным коммунистом. Может быть, в большей степени, чем кто бы то ни был в этом поколении. Религиозным коммунистом. Религиозным верующим коммунистом. Но вот эта религиозная символика была для него крайне важна. Юрий Андреевич, вот вы из всех нас единственный человек, который видел мастера и общался с ним. И даже общался, да. Вот именно поэтому для меня просмотр восстановленного фильма и вообще внимание к этой фигуре было и очень значительным. Потому что я не знаю более загадочной фигуры в нашем кинематографе, ну, другого я не знаю просто, чем Эрмер, чекист, религиозный, художник, пропагандист смертельный. Я вот когда смотрел восстановленную картину, ну, что он этой пропагандой занимается, а не искусством? А на самом деле он и художник, и пропагандист. Как это все может совмещаться? Вот для меня это и было загадкой. И сейчас загадкой остается, но именно в этом был интерес попробовать что-то в нем понять. Потому что я работал в объединении, в котором он был руководителем. Одним из венгеров, второй был руководителем. А сколько вам было лета, сколько ему? Ну, ему было, это, сколько же ему было? Он, по-моему, девяносто какого? Восьмого. Восьмого. А это, значит, шестьдесят... Шестьдесят, шестьдесят... Да, а мне двадцать пять, двадцать три, там, вот в это время. Да, ему там шестьдесят пять, шестьдесят семь вот так как-то. Но он не так много занимался делами объединения, он занимался своими творческими делами. Хотя вот человек, который подкошен был абсолютно двадцатым съездом, несмотря на свою, так сказать, ну, значимость, что ли, он мог бы понимать это и раньше. Я до сих пор не понимаю. Он знал все про то, что происходило? Понимал ли, как он об этом думал? Потому что он первейший пропагандист. Картина, ну, например, «Великие граждане» сделана просто, точно по истории ВКПБ. Слово в слово, там ни одного слова нет. От Эрмлера, по фактам. Но при этом художественные решения. Это, кстати, по-моему, черта многих наших мастеров, которые делали то, что надо сказать, но старались сделать художественно это. И в этом был их интерес, как художников. Потому что сказать что-то другое было невозможно просто. Ну, вот смотрите, на просторах интернета тоже об этом человеке, о Фридрихе Эрмлере, на самом деле, ведь его звали иначе. Да, Владимир Маркович Бреслов, на самом деле, такой беднейший, это из идиши. Эрмлер, значит, беднейший, самый бедный. Послушайте, с этой пятой графой надо было... Почему он взял такое имя, Фридрих Эрмлер? Это известно, кстати? Ну, почему Фридрих, я не знаю, но Эрмлер, понимаете, он очень любил... Энгельс, может быть? Не, нет. Дело никакое не Энгельс. Значит, у Эрмлера есть фраза знаменитая. У меня три дня рождения. Первый раз я родился в 1998 году, когда появился на свет. Второй раз в 2018 году вступил в партию. И третий раз в 2023 году пришел в кино. И эту фразу все цитируют обычно ради второго, что вот он вступил в партию, окончательно родился. А вот Анн, нет. Он окончательно родился, когда пришел в кино. Все-таки для него искусство было важнее всего. Так вот, он обожал кино, он очень любил кинозвезд, фотографировался под звезд немого кино. И взял с собой такое эффектное заграничное имя. Но с некоторым, так сказать, социальным уклоном, поэтому Фридрих беднейший. Вот смотрите, еще про мистификацию. Революционная деятельность Фридриха Эрмлера, нашел я в интернете, началась с ЧК. Сам он впоследствии с нежностью вспоминал. Здесь у нас у всех в редакции немножко похолодело. И простодушно рассказывала, что подписывая документы, каждый раз задумывался, как пишется, расстрелять или рострелять. Рассказы производили должное впечатление. Малознакомые люди Эрмлера побаивались. Впрочем, как выяснилось недавно, занимал он в ЧК чистохозяйственные должности. И ни к расстрелам, ни к рострелам отношений не имел. Имел наверняка, потому что он был в ЧК. Как весь ЧК, вся ЧК имел это отношение. Юрий Андреевич, они же с Иоганнсеном, Иоганнсен-то был вместе с Нимчика, где он там служил. В хозяйственном отделе. Судя по всему, Эрмлер тоже самое. Не в этом дело. Я говорю о том, что он сделал в кино. Ведь его великий гражданин, его обломок империи. Чисто пропагандистские вещи, которые требовались в этот момент. Но при этом он ухитрялся в некоторых кусках, особенно и во многих кусках, делать это художественно. В этом был его интерес художественный. Я бы сказал так, что задача была сугубо пропагандистская, прямолинейная и тупая. А вот получалось это все гораздо сложнее. Эрмлер, я думаю, был гораздо более талантлив, чем умен. Или, не знаю, умнее самого себя. Есть разные варианты это сформулировать. Вот мы сейчас упомянули великого гражданина. Самая замечательная картина. Фильм о внутрипартийной борьбе. Но поскольку Эрмлер, в отличие от, скажем, Герасимова, который был поумнее немножко, и Рома и так далее, считал, что все, что происходит, совершенно целесообразно, и все эти жертвы, они делаются ради великой цели, он это никак не пытался завуалировать. И поэтому, допустим, в «Великом гражданине» мы видим, что там враги не карикатурные, а враги приводят интересный и сильный аргумент. И когда мы с сегодняшней позиции смотрим эту картину, мы вполне можем принять сторону врагов. Ни в одной картине, сделанной его современниками в 30-х годах, этого не будет, потому что они не будут никогда рисковать. Это, кстати, 29-й год. А 29-й год время еще более свободное. Да, свободное. Еще не было сессии Союза писателей. Ну, коллективация только-только, да, началась. Я никогда в жизни не поверил, чтобы он не знал, что происходит, и не понимал, что происходит. А вы это разделите. Я думаю, что он... А это можно разделять? Вот это для меня загадка. Я, например, знал человека, который получил 25 лет за эту замечательную частушку. Огурчики да помидорчики Сталин Кирова убил в коридорчике. Это кто? Ну, это я знал... Это не из кино совсем. Я просто его встречал потом. Вот за эту частушку, которую очень многие понимали, что все, что говорится в газетах, все, что говорится про врагов этих, там много вранья и лжи всяческой. И уж Эрнер это понимал точно. Но делал картину по-другому. Но при этом врал специально, но врал художественно. Не врал. Врал, врал, врал. Сейчас. Врал? Нет. Врал, конечно. Узнал, что происходило. Слушайте, а не столько... Юрий Андреевич, насколько я знаю, не раз... Все врали. Снимая картину, он все время смотрел на дверь. Тут, мне кажется, другое. Он не врал вот почему. Он был человеком по своей убежденности, да, он как верующий. Он отнюдь никогда не мог усомниться в справедливости происходящего. Но он должен был эту справедливость объяснить себе самому. И в тяжести и всякие трагические ее изломы. Подождите. Да. И там ведь я очень любопытный, когда я пересматривал не так давно великий гражданин. Это же ведь действительно очень точное объяснение внутрипартийной борьбы, где и старшие, и младшие поколения дерутся одними, борются одними и теми же средствами, провокативными. Значит, ну, все дело в том, что для него правота в том, что эти младшие, и они идут верным курсом, а те старшие, и они идут неверным. Я могу пример привести хороший. У меня когда-то студенты мои, которые я показывал, молодые ребята, значит, было лет 20, я им показывал «Гражданина». Обе серии. Фильм огромный, идет 4 часа. Вел их в контекст, говорил про репрессии. Между прочим, был арестован несколько членов съемочной группы Эрнвера. Чтобы он не зарвался и что-нибудь лишнего такого не наснимал, думаю, в качестве предупреждения. Но он, вот посмотрите, он в воспоминаниях говорит, я с утра в ГПУ, а вечером в Институте экранных искусств. И он пишет об этом как бы как о норме жизни. Нет, это 24-й год, когда он про это время пишет. В 30-й год была ситуация другая. Но понимаете, вот студенты, посмотрев «Гражданина», одна девушка написала тогда, что в этом фильме есть замечательная правда, которую я не вижу в фильмах других этого времени. Потому что это фильм о вражде. О том, что воздух 30-х годов был напитан страхом и враждой. И все друг другу враги. Одна группа этой партии, вторая. И вот в этом правда. Если вы возьмете картину Герасимова «Учитель», сделанную вполне мастерски, или фильм, я не знаю, «Комсомольский» его же. «Комсомольский». Или фильм «Учителя Юлия Андреевича Михаила Рома Ленина в 18-м году», но вы никогда не можете его с позиции современного человека, знающего историю, как объективное нечто воспринимать. А вот у Эрмлера это получается. И так же было с «Обломком империи», который он, я уверен, снимал как чистую агитку о достижениях советской власти. А когда фильм был показан в Европе, то, так сказать, очень прокоммунистическая левая пресса говорила, да, это замечательный фильм, агитирующий советскую власть. А англичане интеллектуальные говорили, что какая страшная картина о том, как человек теряет индивидуальность и гибнет в этих жерновах, так сказать, новых советских заводов. И о том, что как все стрижется под одну гребенку в Советском Союзе. Это то, о чем говорит Юлий Андреевич, но я к тому, что, вот знал, не знал, это же, а в чем еще для вас загадка? Вот, ну, знал, а в чем тогда для вас загадка? Вот именно в том и есть загадка, что он при этом остается, во всяком случае, временами, художником. Художник, как художник, не может врать. Вот это важная фраза, да. Он искренне строит, иначе художественно не получится. Ну, Фадеев закончил... А Фадеева правильно вспомнили? Очень правильно вспомнили Фадеев? Нет, это близкая. Очень близкая история. Фадеев, который закончил свою жизнь, для того, кто не помнит, тем, что пустил себе пулю в лоб, сказав, что искусство погублено партией, и дело непоправимо, хотя он был во главе Союза писателей. Вот Фадеевы вспомнили абсолютно точно. Они друг друга симпатизировали. При этом Фадеев нравился Эрнер как человеку, он относился с подозрением к его фильмам, потому что в них что-то не то выпирало постоянно, параллельно, да. Но Эрнер на самоубийство не решился. Ну, и тем более у него не было на совести все-таки расстрелов, да, значит, все-таки я думаю, что в отличие от Фадеева, который действительно эти списки подписывал. Но в 1956 году мне рассказывали, он как главный коммунист Ленинграда должен был в Доме кино прочитать для кинетографистов доклад Хрущева. Если он уж такой правильный, верный сын партии, так он бы, как любой Герасимов или, не знаю, Рошаль, бы тут же, соответственно, подстроился под новую линию партии. А Эрнер разрыдался и не мог закончить. Потому что действительно он, втемяшивая себе сознательно, подсознательно, чертово разберет, что все идет в правильную сторону, и вдруг он видит, что все уже, ну, не отпереться от этого. Мы попали в тупик, это для него полная катастрофа. И дальше начинаются годы тяжелейшей депрессии. Он не покончил с собой, но если для него окончательное рождение, это приход в кино, то когда он перестает снимать фильм, он не снимает несколько лет подряд. Это почти как самоубийство. И только в конце он находит выгод из положения. В чем был? А вот он снимает ту картину, на которой с ним познакомился Юрий Андреевич. И... Ну, расскажите, да. Перед судом истории. Это история Василия Витальевича Шульгина, который принимал отречение у Николая II, как известно, а потом в Праге в 45-м году был арестован и довольно долго просидел в Владимирском централе. Про него история. Здесь историк советский, это почти сам Эрмлер, он и хотел сам это делать, но потом подставил актера на это место, спорит с Василием Витальевичем Шульгиным. Реально. Где Шульгин... Ну, просто видно, что он гораздо умнее, гораздо вернее смотрит на жизнь. Но... Эрмлер все равно выстраивает картину так, что он как бы осуждает Шульгина. Но как художник, иногда он все равно... Да даже не иногда, по большей части. Он создает этот образ художественно. Все равно, что Шульгин-то там выше, чем наш советский историк. Выглядит так. А вообще, это было бы очень занятно, потому что во время съемки... То есть я очень хотел познакомиться с Василием Витальевичем, просто посмотреть на него. Зашел в павильон. Ну, с Эрмлером я уже был, естественно, знаком, он был руководителем объединения. И Шульгин сидел в сторонке в углу. Свет ставили на дублера, чтобы не утомлять самого сильно пожилого Василия Витальевича. И свет был гораздо тяжелее, чем он, на самом деле, ярче. Я спрашиваю Фридриха Марковича, можно я подойду поздравить? Он говорит, да, конечно, только не утомляйте его. Вы знаете, он довольно плохо себя чувствует. Я вообще боюсь, успеем ли мы картину закончить. Ну, хорошо, я подхожу к Василию Витальевичу. Меня представили. Вот молодой режиссер, все хорошо. Он говорит, слушайте, а наш режиссер, я что-то боюсь вообще. Успеет он, картину-то закончить? Что-то он плохо выглядит. Вот такие два человека встретились. И все время Эрмлер ищет. С одной стороны, он хочет сказать то, что нужно сказать про Шульгина. Обязательно. Как коммунист. Что перед судом историей он не прав. Да, конечно. Но при этом он остается еще художником. А художник, все равно из него правда вылезает, если он художник. Если он к этому относится художественно, то получается правда. И вот это вот противоречие для меня и сейчас загадка. Я думаю, что она всегда остается. А вы видели, как они ходили в обнимку с Шульгиной? Ну, естественно. Мне сколько народу рассказывал? Нет, ну подождите. Это просто метод работы режиссера. Это дело не в дружбе и не в признании. А режиссер, естественно, приближается. А тут это сопровергнет. Потому что Шульгин оказался прав. После всей истории с перед судом истории, которую меняли, запрещали, выпустили маленьким тиражом, Эрмлер слег с инфарктом и умер, действительно. А Шульгин дотянул до своих 97-98 лет и еще лет 10 после этого прожил. Но когда Эрмлер лежал в больнице, Шульгин писал ему из Владимира, где он был в своей ссылке, огромные страницы на 20 письма, очень нежные, развлекая его и утешая, говоря, что, значит, я не считаю, что благими намерениями писал, значит, усеянная дорога в ад. В общем, подначиваю. Да, и что если, что мы задумали правильную картину, и что бы ни получилось, значит, все равно наше дело правое. И утешал Эрмлера, вот этот самый враг, которого Эрмлер должен был в этой картине разоблачить. Так что дружба там была вполне настоящая. И при этом такая же загадка для меня поведение самого Эрмлера как художественного руководителя объединения. Он почти не занимался этими делами, но в этот момент, я там заканчивал уже вторую картину, а пришел Шпаликов со своим сценарием. И Венгеров, очень демократичный руководитель, у нас Володин был в худсовете, замечательные люди, его с радостью приняли, Шпаликова. И все это продолжалось, и уже обсуждался режиссерский сценарий. И вдруг Эрмлер узнал про это дело, прочитал, пришел и сказал, что он не позволит государственные деньги тратить на такую ерунду. Это долгая счастливая жизнь, да? Долгая счастливая жизнь, которую написал Шпаликов. Ну, поскольку Эрмлер такая фигура, а вообще на ленд-фильме жуткое чинопочитание было, вот мастеров больших. И Эрмлер, ну, слушать только можно. Все как-то притихли, а мне было наплевать, я вообще москвич и молодой, и только что сравнительно успешно прошел с картиной. Я тут же бросился на защиту своего друга и сказал, Эрмлеру, что он относится к искусству как обыватель. Вы сказали? Я сказал. Ага. В общем, тишина. И Эрмлер так и просидел. Утвердили сценарий, запустили Шпаликова. Но Эрмлер тут же написал письмо директору студии, что ему, в общем, я его сам не читал, но мне пересказал директор, что мне наплевать, что вот этот сопляк меня оскорбил, но никто из объединения не встал на мою защиту, в защиту моей настоящей партийной позиции. То есть он был убежденный просто? Вот, в том-то и дело, что он убежденный человек, а художник, он другой. Это и есть загадка. Вот в этом и загадка для меня. После этой истории с Шульгиным, а между прочим, опять же, многие потом острили и писали, что можно назвать «Обломок империи» перед судом истории, а можно назвать фильмы «Шульгине», «Обломок империи». Да, у него все одна эта тема. Так вот, когда он сделал картину о Шульгине, то мой знакомый Юрий Соловьев, он покойный уже нынче, актер и режиссер, молодой коммунист, член партии, без пяти минут портор к студии. Потрясенный этой картиной и мощной фигурой Шульгина, которая действительно кладет новые лопатки этого советского историка, подходит к Эрмину. И говорит, «Фридох Маркович, я все понимаю, что вы старый партиец, но все-таки вы хотели в вашей картине может быть показать, что во многом все-таки старая древолюционная русская интеллигенция во многом выше нынешней новой советской». И Эрминер с палкой был, он этой палкой застучал по полу, говорит, «Ты с ума сошел? Я коммунист, как ты смеешь?» и принялся визжать буквально. То есть, понимаете, вот опять же, он сделал картину честную и глубокую и тонкую, и сам боялся в этом себя признаться. Давайте вот о чем поговорим. Кино-то, конечно же, какую эпоху он закрыл? Я так понимаю, что это был один из последних немых фильмов, больших таких, шедевральных. То есть, обломок. Да, обломок. И оно было, конечно, немое, но смотрели-то всегда его со звуком. Как вы показывали? Ну, мы показывали, значит, здесь нам повезло, потому что обломка «Империя» была написана, заказана в 29-м году оригинальная протитура. И написал эту музыку Владимир Дешевов, один из ведущих композиторов авангарда 20-х годов, который очень высоко ставил, не знаю, МИО, допустим, Прокофьев о нем писал вполне, и Шостакович серьезные вещи. Собственно, его и сравнивали с ними, хотя, конечно, до Шостаковича ему далеко, но все-таки. И тогда, значит, была мысль, которую очень поддержал Адриан Петровский, такой негласный художественный руководитель студии Ленинградской, кинофабрики, заказывать большие оркестровые партитуры крупным композиторам. И Шостакович написал музыку к Новому Вавилону Кознцевой Травберге часто исполняют, а Дешевов к обломку империи. И вот так получилось, что эту музыку не исполняли бог знает сколько лет. Недавно ее, еще до нашей показа в Мариинском театре исполнили, но у них была сокращенная версия фильма, вот эта деревенская, да, и копия, не тайпом скорость неправильная. Потрясающе. Сокращенная версия значит деревенская. Нет, вот эта вот версия, которая была у нас на протяжении 70 лет в Государственном фонде, и которая была озвучена в 67-м, смотрели, это вот и есть параллельная основная версия для деревенского зрителя. Именно специально, поэтому она упрощен монтаж, вырезаны какие-то какие-то сюжетные моменты, фильм сокращен, сокращенные планы. Здесь в этом буквальном смысле. Так, секунду, и вы пригласили оркестр. Мы пригласили оркестр, да, дирижер из Петербурга Михаил Голиков аранжировал немножко эту партитуру, потому что там она была с дефектами. И мы действительно... В смысле с дефектами? Ну, там была напечатана жутко была типография в 1929 году, там страниц не хватало и так далее. Надо было немножко дописать чуть-чуть, но не музыку, а партии отдельные там, волторные, если вам уж как угодно. не хватало. Вот, значит, и поэтому фильм был показан ровно в таком виде, с правильной скоростью, правильным монтажей с такой музыкой, как он был показан в 1929 году. И это было довольно странное, на самом деле, зрелище. С одной стороны, действительно... Вы видели? А вы? Да. Вы все видели? Я один не видел этого зрелища. Так. Это очень хорошо. Здесь ситуация такая. С одной стороны, действительно, если Эрмир был очень доволен музыкой, а он был очень доволен музыкой, то надо фильм показывать в таком виде. С другой стороны, она, на мой взгляд, эта музыка, она фильм немножко спрямляет, что ли. Потому что она ему, причём, может быть, даже не в ту сторону, в которую Эрнгер хотел. Потому что вот он такой агитко задумывал, да, а получается довольно сложная картина. Никитин гениальный психологический актёр, и действительно, как человека ломает систему, значит, очень много кадров отдельных дышащих нюансов, лицо собаки, да, глаза эти с глазами креста рифмующиеся, хозяин, бывший фабрики, которые единственной сочувствием к этому старому рабочему относятся. А музыка, она страшная. И она превращает всё это в такую единую машину, которая его ломает, 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 и в конце этого сломала. Картина получается при этом совсем не агитационная, а почти антисоветская. Это так? Можно воспринять и так. Можно и так воспринять. Сейчас, конечно. А вот без музыки, по-моему, там очень много различных путей, по которым можно пойти. Эрмир был большим фрейдистом. Это фильм, фрейдистские сцены. Но, собственно, Фрейд нужен и для изучения самого Эрмира. И по его картинам это заметно. В те времена Фрейд официально был разрешён, и Эйзенштейн поощрял увлечение Эдмира Фрейдом. Ты же написал, когда Эрмир делал картину, он говорит, ты фрейдист, а Фрейда не используешь. Известная фраза Эйзенштейна. Так что там действительно через Фрейда эту картину читать тоже очень полезно. Евгений Ильич, я смотрел какую-то копию, наверное, деревенскую, и она на меня не произвела впечатление агитки. На меня она произвела... Может быть, дело в том, с какой исторической перспективой я смотрю эту картину. Слушайте, знаете, вот мы говорим, здесь агитка, пропаганда, все верно. Но здесь словом пропаганда, то все не исчерпаешь. Художник действительно одержим. Идея, возможно, сомнительная, но все-таки, согласитесь, мощная. Посредством своего искусства переустроить мир. Это все-таки серьезнее, чем наказы и инструкции рядовому зрителю. Когда в этой картине великий художник, кинохудожник Евгений Яны выстраивает декорацию новой рабочей столовой, так, это не просто... Между прочим, раповцы били картину за лакировку. Герой попадает не в Ленинград 28-го года, он попадает в Ленинград будущего. И эта декорация, этот макет по замыслу авторов непосредственно, без привлечений, должен был в будущем послужить основой для запуска в серийное производство этих вот архитектурных... Столов-столов. Или еще один пример замечательный. Он приезжает в дореволюционный, как он читает, еще Петроград, и вдруг он видит, что он окружен огромными конструктивистскими такими громадами, зданиями. А конструктивизма было мало в Ленинграде. И главное здание, которое он видит, это здание не из Ленинграда, а здание из Харькова. То есть он делает такой город-гибрид, где немножко Ленинграда, немножко Харькова, немножко, по-моему, Киева тоже. Городу-утополис. Да, городу-метрополис такой, понимаете? И вот человек оказывается, значит, не в несчастливую современность, а в будущее. А будущее, оно всегда не страшающее. Утопия всегда страшная. В нашей стране это точно. Да, по-моему, в любой. В любой. Поэтому, да, поэтому это такое высокое прикладничество. Понимаете, агитировать можно где угодно, чем угодно, есть все кино, почти все кино Третьего Рейха, оно агитационно-пропагандистское. Разница именно в том, что здесь действительно стремление переустроить мирноразумность и человечных началов. Здесь и здесь есть вера. Вот фраза, которую мне сказала когда-то Наталья Леонидовна Трауберг, дочка режиссера, замечательного и сама человек совершенно не советский, она была религиозный философ и переводчик Честертона, Льюис и так далее. Который знал их всех, конечно, с детства. Она говорила про Эрмлера, что он был единственным из всего этого поколения, кто действительно во что-то верил до конца. Вот не в 20-е годы, когда они все были увлечены идеей революции и так далее, а до последнего. После съезда знаменитого тоже? До съезда после, После, ну, понимаете, это вот, собственно, как, вот это первое поколение большевиков, тех, кто реально участвовал в революции, как они относились к многие, значит, что есть, что линию партии постоянно искажают враги. Кто-то и считал, что Сталин тоже такой враг, кто-то и считал, что Сталин не враг, а, значит, враги окружающий. Ну, у Эрмлера была точно такой же менталитет. Петь, а вы расскажите историю Кольцатова про приемы Папы Римского. Сейчас, секунду. У меня вопрос. Значит ли, что мы имеем дело с произведением искусства международного класса, раз копии этого произведения были в 30 разных организациях, в смысле, киноинститутах в мире? Да не 30, я думаю, что на самом деле под сотню. Под сотню. Под сотню. Под сотню. Это означает, что там содержится что-то, что не связано с советской повесткой только. Что? Художество. Общечеловеческое. Глаза Христа. К кому что? Да. Допустим, давайте попробуем представить. Хорошо. С одной стороны, это увлечение всех, что тогда, что в 60-е, что сейчас, вот этим советским монтажом. Да, который на самом деле никак не придумал. Это есть у Кулешова, это есть у Вертова. У Вертова. Я когда смотрел, я вспоминал симфонию Донбасса. Но это не то, чем эта картина ценна. Но это там есть. И абсолютно не свойственно Эрмлеру как художнику. Абсолютно. Эрмлеру здесь сдает экзамен на Эйзенштейна. Да, это правда. И свойственно. Нет, нет. Это не его нутро. Эрмлеру. Это дань моде, дань Киноглазу. Сегодня, конечно. Другое дело, что вот чем у нас, если немножко в историю углубиться, у нас было две таких ветви, что ли, грубо говоря, в советском немом кино. Был такой типажно-монтажный кинематограф, вот такая окрошка, и монтаж играет за всех. Актер там не нужен. Эйзенштейн это делал в совершенстве, да, Вертов, кто-то еще. А было актерское кино. Ну, Протазанов, допустим, Барна, тех, кто более, так сказать, современный. Абрам Ром. Это были люди, которые работали с актером, давали ему развернуться. И были немногие, кто пытался это скомбинировать. Вот обломок империи, картина, где есть и то, и другое. И сцена возвращения памяти, ему нужно было вот этот весь безумные ассоциации, причем звуковые ассоциации в немом кино, когда швейная машинка с пулеметом ассоциируется, да, а с другой стороны ему нужен был гениальный актер. И Федор Никитин, я думаю, может претендовать на звание, может быть, лучшего, наряду с Морлимом Фогелем, лучшего актера советского немого кино. Вот. И Эрмлер, который всегда был очень тонкий психолог, сам не осознавав, насколько он тонок, вопреки себе, он всегда брал актеров, которые, так сказать, были шире, чем его эрмлеровский замысел. А Никитин, который был, что называется, из бывших, генеральский сын, да, значит, человек совершенно не из этого авангарда. Откутчик. Да, 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 он не попутчик, он человек почти антисоветский, да, вот. И понятно, что он эрмлеровский этот энтузиазм совершенно не разделял. Но Эрмлеру нужны были вот такие соавторы. И поэтому, вот как Никитин сейчас, как его соавтор Эдуард Иоганнсон, режиссер, значит, тоже из другой среды, и как потом Шульгин, о котором говорил Юрий Андреевич, ему обязательно, ему неинтересно было работать с теми, кто будет играть под его дудку. Ему нужно было снимать кино в споре. С сопротивлением? Диалог. Видите ли, вот то, о чем говорит Петя. Там человека из низов история, социальный катаклизм выносит наверх, и он сталкивается лицом к лицу с мировой культурой, и видит, извне видит ее здание. И он понимает, что она стоит на фундаменте христианского предания. А человек выясняется предельно чуткий. Но вот замечательная подробность, человек, услышавший 20 лет, девятый симфоник у Бетховена, впервые на симфоническом концерте как отреагировал, он в обморок упал от потрясения. Нету в нашем кино... Это уже участник Гражданской войны, да, с Малденом и так далее. Да, нет в нашем кино... Это не предание? Нет. Нет, это правда. Это правда. Но вот это очень интересная вещь. Это дальше у него и пропаганды, и все. Если вы возьмете одну из первых картин, Катька, бумажный Ранет, делается в Питере. В Москве делается Дом на Трубной, Третья Мещанская. Почему-то они похожи очень. Они... Это немногие, кто... Настоящие художники занимаются сегодняшним днем, тогдашним, сегодняшним. Они все занимаются тем, что происходит. Но какое интересное пластическое там сочетание. Во всех этих картинах происходит вот эта вот бурлящая суета, современные люди, приехавшие в этот город. А на фоне все время классическая архитектура, классическая скульптура. В Катьке бумажный Ранет один из главных героев это Кони Клотта. И решетки Питера. И Катька сама по себе памятник Екатерины Второй. И памятник Екатерины Второй. Они где-то в тумане. А на первом плане идет вот эта вот суета. То же самое у Барната, у Абрама Рома, храм Христа Спасителя, какие-то дворцы московские. А дворники сегодняшние. А главный герой реставрирует Квадригу Аполлона. Квадригу Аполлона. И под ней пьет кефир и бумажку бросает на улицу. Вот это вот сочетание. У Эрмлера это особенно, потому что, ну, Барна тоже не был из какой-то особо культурной среды. Абрам Ром, конечно, повыше культурой, что ли. Но у них есть отношение к тому, что было и к тому, что сейчас. Вот тогда художественно-пластическое совмещение вот это, оно удивительно. Это чисто художественное чутье. И знаете, что еще важно, по-моему? То, что Эрмлер, вот у него есть то, что отличает, по-моему, всех крупных художников, кинографистов, уж точно в советском кино, вот начиная не с 20-х годов до наших дней. Это ощущение себя в истории. И поэтому ты и современность, то, чем Гатвей Андреевич, ощущаешь в историческом контексте, у тебя не памятник для красоты, а у тебя на этом памятнике безработный засыпает. Да, значит, там. А с другой стороны, потом интерес к старой истории, интерес к революции, поэтому так важен живой Шульгин. Давайте вернемся к обломку империи. Вот вы его сложили из обломков, посмотрели. Что нового вы увидели, принципиально нового? Вот вы сказали о том, что заработал образ... Распятие. Распятие. Распятие и образ креста. Да, что еще? Георгийского... Для меня это еще большая каша в голове у Эрнера. Ага. Потому что так она была упрощенной несколько. А тут есть и религиозность, и дикая пропаганда, такая, ну, фальшивая пропаганда, нового образа жизни вроде бы. и человеческие отношения. Вот у него все это смешано. У него нет какой-то старой культуры. А он все видит, и новое, и старое, и все в одну кучу сваливает. Но при этом получается именно вот эта картина того момента времени. Почему эта картина интересна сейчас? Особенно в том виде, какой теперь. Потому что она и дает вот эту голову странную, в которой все смешано. И он выбирает, а что самое для него дорогое, что самое интересное. Художник выбирает глаза Никитина, коммунист и чекист выбирает машины и вот эти вот фантастические города какие-то. Много личностей одного художника. В этой противоречивости для меня самое интересное и есть, что вся эта смешанина в одном человеке живет, который потом так же не может до конца в себе разобраться, в стране, в истории. А почему вы думаете, что не мог разобраться в себе? Вот вы с ним общались, это чувствовали? Ну, если человек делает картину, вот просто на глазах, делает картину перед судом истории, у него там есть куски, которые подтверждают железно, прямо словами его, правильную линию. А с другой стороны, он снимает так, произвольно или нет, я не могу за это отвечать, что Шульгин становится фигурой живой и интересной, в отличие от нашего историка. Вот это вот не единство, а именно разрыв в человеке разных каких-то вот позывов, художественного и идеологического, у него не сходится это. Я бы даже, знаете что, я бы даже это экстраполировал, это не только к Эрмдру, Эрмдр просто интересен тем, что он показательная фигура. Но вот почему обломок империи, на мой взгляд, великая картина, это потому, что это действительно отражает вообще состояние вот этого поколения. Если мы, допустим, говорим про Платонова в литературе, прежде всего, хотя можно и дальше по этим, можно и про Бабеля поговорить, даже про Булгакова немножко, и про Шостаковича. Вот это были люди, у которых в большей или меньшей степени, Платонов в большей степени, чем в остальных, в большей или меньшей степени была вот эта мешанина, они в ней жили, они как-то так с этим временем взаимодействовали, потом они шли в диссиденты или наоборот в стукачи, кто куда. Но если мы хотим как-то понять историю, то, на мой взгляд, обломок империи одна из самых, в этом смысле, точных картин, и она точна именно своей неточностью, своей нечеткостью. Просто когда можно сформулировать, о чем картина в двух предложениях, значит, картины не стоит смотреть. — Смотрите, я документалист, и когда мы занимались, мы говорили о том, что время с хроникой делает удивительную вещь, она стирает всякие налеты идеологии. Вот что бы ты ни снимал там в журнале «Советский Урал», время покажет время. Тебе станет интересно то, как одевались люди. — Особенно, если вы текст уберете. — Да, текст убираешь, но просто хроника. Время стирает всякие налеты идеологии, и тебе становится видна суть времени. А что время делает с игровыми лентами? — Ровно то же самое. Ровно то же самое, абсолютно. Понимаете, поскольку элемент игры есть в документальном кино, люди знают, что снимают обычно, но по тому, как он реагирует на камеру коряво, ты уже, в этом есть какая-то правда, то же самое в игровом кино. Понимаете, и в том же «Обломке империи», я сейчас на него смотрю, его смотрю, я смотрю на людей в трамвае, на людей на улице, мимо которых идет Эрмер. И вот мера правды художественной... — Да, Никитин, да, Никитин. И мера правды, о которой говорит Юрий Андреевич, определяется именно тем, что вот идет Никитин мимо этих настоящих людей, и я не вижу между этим разрыва. Он в это вписывается. Понимаете? Попробуй поместить Веру Холодную, например, или, не знаю, даже Лилиан Гиш, мне говорят же о Мэри Пикфорд, в некую документальную среду. Не получится. Вот никак. А здесь при всех этих вычурных композициях художника и на привертовском монтаже документалистика возможна. Даже настоящая. И это все будет... — И главное, чем больше туда вникаешь, тем больше понимаешь, что человек в себе, в разрыве живет вот между тем, что он должен сделать, и тем, что его художественное чувство заставляет делать. Вот в этом разрыве самое интересное есть. — То есть он, с одной стороны, вынужден врать, а с другой стороны, врать не может. — Да, да. Вот это я убежден именно так. — Он объясняет себе, он обязан объяснить себе, почему это, то, что внутренне ему противно, почему это разумно и правильно. — Чудовищный разрыв, на самом деле. — Ну, так, смотрите, у тебя была чудовищная страна и чудовищная жизнь. И в этом смысле как раз Эрмлер, он этим показателен. Пырье вторая такая же интересная фигура. А вот я говорю, вот если мы возьмем, например, тоже, если я хотел сказать, если Герасимов, у Герасимов тоже есть «Молодая гвардия», картины очень сложные. Но если мы возьмем очень многие картины 30-х годов и 20-х, да, мы там можем восхищаться только исключительно геометрической формой, допустим, я не знаю, или ритмом монтажа, или декорациями. А вот эта вот правда о времени у людей, которые хотят снимать неправду, она очень немногих выделяет. — Я вас перебил. Что за история с Кольцом? — С Кольцатой. — С Кольцатой. Это оператор Кольцатой, который снимал... — А, с Кольцатой. Я подумал, что с Кольцом. — Нет, Кольца вроде нету. А Кольцатой был оператор великого гражданина и ряда других картин. Потом он снял там «Карнавальную ночь» с Рязановым в более поздние годы. Так вот, Кольцатой и следующая история рассказывает, что была делегация советских кинематографистов в Ватикане. Ну, в Италии, в Риме и в Ватикане тоже. Это были 60-е уже годы. Начало 60-х, если я правильно помню. Ну, был, значит, Эрмлер среди них. Вот, значит, убежденный коммунист. Хотя странный убежденный коммунист, он просилетел, это я отвлекаюсь, сидел, значит, и перебирал в руках четки постоянно. Вот, например, Маузер был в 20-х годах, а потом были четки. Он сидел, значит, четки эти перебирал. Ну, вот такая деталь. Подождите, режиссер ходил с Маузером в 20-е годы. В 20-е годы в кожаной куртке с Маузером в деревянной коробке. Сейчас тогда вернемся к Кольцатову, но пока еще одна история про обломок империи. Когда Никитин в этой самой сцене возвращения памяти, он не мог выйти из экстазов, которые он себя ввел. Вот Эрмлер уже накрутил его, а Никитин был актером мхатовской школы, настоящей мхатовской, не из Паганины уже, советской всей этой. Налетом всем. И Никитин был в состоянии полной иступленности, а нужно было создать следующую сцену. Никаких убеждений не действовали. Тогда Эрмлер достал свой Маузер, был при нем, сказал, что ты сейчас же не соберешься, я тебя пристрелю. И Никитин собрался. Вот история. А когда Маузер надо было сдать... Я думаю, что многие режиссеры, которые нас сейчас смотрят, хотели бы иметь такой Маузер, в качестве инструмента работы с артистом. Когда Маузер надо было сдать, он сдал его в году 30, по-моему, там, пятом или четвертом, примерно, появились четки. Вот такая интересная замена. Так вот, в Ватикане... А Маузер сдал, появились четки. Четки, да, да, да. Окей. Вот все правильно, здесь такая каша и есть. И вот в Ватикане, чтобы еще внести еще большую сумятицу, римский папа видит делегацию советских кинетографистов, деятелей искусства, и спрашивает у переводчика, это кольца, и рассказывает об этом, кто вот этот господин, показанная Эрмлера, у него глаза святого. Это вот эта вся биография, да, значит, ЧК, но, опять же, это рифмуется с тем, что он сам говорит об ломке империи про глаза, значит, Христа у Никитина. Понимаете, вот, я ни в коем случае не хочу канонизировать Эрмлера, я думаю, я думаю все-таки, что он никого не расстреливал, но грехов там было достаточно. Но что он действительно, вот у него это было такое житие, которое он выстрадал действительно, это правда. И вот это вот увидел у него римский папа. Скажите, пожалуйста, как к этому, вот, а вы как к этому относитесь? Прежде всего с интересом, потому что мне очень интересно это время, мне интересно, как жил мой дед в это время, а он был членом ЦК ССРов, как жили люди в это время, ну, кстати, ваш отец, который был далеко не последний человек в кино, отец Юлия Андреевича, как начал в кино сниматься, отец, в каком кино, в какой жизни, он мне не рассказывал никогда, но что происходило в это время, и что происходило в головах этих людей, потому что я не могу поверить, что люди, более-менее разумные, не понимали, что происходит большой террор, что происходят репрессии, не могу поверить, оказывается, верили, что это надо, кто-то верил, но вот умные люди, и особенно те, которые к этому вели, у них возникала вот эта каша в голове, это трагическая история, а это часть трагической истории нашей страны. Посмотрите, что нам делать с тем, что если человек вдруг занимался террором, но при этом у него прекрасные произведения искусства, мы как их должны, мы что с ним должны делать? Ну, слушайте, во-первых, у нас есть... Что с этим делать? Ну, хорошо, у нас есть антисемит Вагнер, и что, при этом у него плохая музыка? вот. То есть разделять произведения искусства и художника? Нет, надо понимать, что это смешано. К сожалению, в человеке есть и то, и другое. И вот это надо понять. Просто, понимаете, одно дело, это... Ты можешь подходить к этому просто как киноман или любить литературу, музыку и так далее, но если ты начинаешь интересоваться художником, так ты уж, будь любезен, до конца им интересуешься, а не, значит, выхватывая то, что Вагнер был, не знаю, расистом, а Эрмир был чекистом, а еще что-то, а копайся в этой биографии до конца, вписывая их во время. Если мы возьмем Средневековье, допустим, там такая была... Там осталась своя мораль. Если мы берем Достоевского или берем Диккенса, мало приятных людей. В любом случае, это довольно полезные вопросы для любого гражданина нашей страны. Не только нашей. И не только нашей. У нас закончилось время, и мы, конечно же, не успели поговорить о технологии реставрации, киношедевров, но я думаю, что нам день грядущий готовят еще какие-то открытия, из наших архивов. И надеюсь, вы найдете что-нибудь еще такое же, что мы должны увидеть в первозданном виде, а не переиначенный в угоду той или иной власти, то, что задумывал художник, потому что, прежде всего, его взгляд вечен, а не какие-то семиминутные интересы, как мы выясняем в нашем сегодняшнем разговоре. Спасибо вам большое, Евгений Игорьевич Марголит, Юлий Андреевич Файт и Петр Алексеевич Багров. Спасибо, что были с нами сегодня. И приходите еще. Кино нас не перестанет удивлять, сколько лет бы ему не было. Это была программа «Наблюдатель». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин